Слышите эти дивные звуки? Мелодия будто уносит нас в волшебный мир музыки. Открывает нам новые горизонты. Вы узнали инструмент? Ну ладно, хватит тайн. Этот инструмент называется саксофон. Сообщу вам по секрету, что это фактически единственный из всех музыкальных инструментов, который назван по имени своего создателя, бельгийского музыкального мастера Адольфа Сакса. А знаете ли вы, что история саксофона началась не так уж давно, всего 170 лет назад? Причем сначала его как техническое чудо показали на брюссельской промышленной выставке. А потом саксофон представил публике гениальный французский композитор и музыкальный новатор Гектор Берлиос, друг Адольфа Сакса. Берлиос опубликовал статью о новом инструменте и, недолго думая, написал первое сочинение с его участием. Хорал для голоса из шести духовых инструментов. Вот и все. После этого саксофон, как говорится, проснулся знаменитым. Он был введен во французские военные оркестры, а также стал участником симфонических и оперных оркестров. О, история его популярности длинная. Только хотел опуститься во вспоминания, но, пожалуй, стоит зачитать письмо Игоря Матвеева из Саранска. Я узнал, что бывший президент США Билл Клинтон хорошо играет на теноровом саксофоне. Меня удивило название инструмента. Он что, поет, как тенор? Да, Игорь, интересный вопрос. Действительно, саксофоны, как и певцы, имеют разные по высоте звучания голоса. Сапрано, альт, тенор и баритон. Есть еще бас и контрабас саксофоны. Вообще с ним все так причудливо. Саксофон – это духовой музыкальный инструмент и по принципу звукоизвлечения принадлежит к семейству деревянных духовых инструментов. Это удивительно, потому что он никогда не изготавливался из дерева. Саксофон обладает полным и мощным звучанием, певучим тембром и большой технической подвижностью. Ну, продолжу об истории. Бывали в судьбе саксофоны и годы забвения. В войны, революции – все способствовало упадку интереса к инструменту. Лишь в начале 20-х годов 20-го века в Европе опять вспомнили о саксофоне и вдохнули в него новую жизнь. Да, саксофон звучит везде – и в классической, и в эстрадной музыке, но самое почетное место он занял в джазе. О, джаз! Какой огромный мир ритмов, звуков и чувств. Не только взрослые, но и дети знают джазовые темы и имена джазовых музыкантов. Вот Юля Лазарева из города Ставрополя пишет нам. Почему так мало музыкантов играют джаз на саксофоне? Я вот знаю только Игоря Бутмана. Наверное, этому трудно научиться. Юля, скажу честно, джаз – очень сложный стиль в музыке. Джазовому исполнению действительно научиться непросто. Сейчас объясню, почему. Джаз – это особый вид музыки, который приобрел большую популярность в США. Поначалу джаз был музыкой афроамериканцев, но потом его полюбила и Европа, а теперь уже и весь мир. Самая важная черта джаза – это ритм. Кроме ритма, красоту джазу придают особой гармонии – созвучие. Но главная особенность и тайна джаза – это то, что он основан на импровизации. Мы уже как-то говорили об этом. Напомним. Импровизация. От латинского – неожиданный, внезапный. Создание художественного произведения в процессе его исполнения. Кстати, импровизация – самый древний вид музыкального творчества. Саксофон же оказался очень удобным инструментом для исполнения джазовой музыки. Богатые звуковые и технические возможности – саксо, как его называют музыканты – дают возможность исполнителю отразить свои самые смелые творческие фантазии. В России джаз был очень популярен в 20-30-х годах прошлого столетия. Многие, наверное, помнят замечательный фильм «Мы из джаза». Кроме того, там звучит прекрасная джазовая музыка, а партию саксофона исполняет выдающийся саксофонист Георгий Гаранян. В фильме есть герой – Колбасев. Это настоящий исторический персонаж. Простите. Моя фамилия – Колбасев. Он был одним из лучших русских знатоков мирового джаза. И впервые в нашей стране написал и издал книгу, посвященную джазу. Потом долгие годы джаз как искусство творческой свободы музыкантов запрещали. Игре на саксофоне обучали только по классическому репертуару. Ну а сейчас в России преград для джаза уже не существует. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте! Расскажите об устройстве вашего инструмента. Я считаю, что это вершина механического творения человека. Потому что то, как здесь все связано, то, как все здесь работает, мне даже сложно представить, как это все было придумано. По сути дела, это железная труба, которая, я думаю, в первую очередь для удобства была искривлена. Сделали раструб, который загибается. Внутри вот этого раструба, вот здесь вот прямо находится, много разных кусочков металла, которые вот так вот кольцами идут внутри. Они влияют на звук, потому что раструб как раз и есть финальная точка, откуда идет весь звук. Здесь находятся клапана. Все вот эти вот штучки, это называется клапана. Всего их 23. Дальше. Вот эта вот искривленная часть называется эска. Ее можно снять, можно одеть. Снимается только для удобства. Дальше. Эта черненькая штучка, она называется мундштук. И весь звук происходит от того, что вот эта вот деревяшечка, которая называется трость, она вибрирует, а мундштук, и создает звук, который потом трансформируется в музыку и в ноты. Николай, скажите, пожалуйста, а существуют какие-то специальные приемы исполнения на вашем инструменте? И покажите, пожалуйста. Я покажу приемы, которые я использую на своих концертах. Вы не против? Нет, конечно. Например, такой прием. Мы берем просто одну нотку, но используем флажолеты, которые часто используют гитаристы. Они так вот играют пальчиками на гитаре. Я использую такой прием на саксофоне. И звучит это вот так. Также существует такое упражнение для раздутия инструмента, как абертона. Абертона – это то, из чего состоят гармоники нашего инструмента. Чем больше абертонов-гармоник в инструменте, тем он богаче звучит, звук шире, и всем он очень нравится. Например, можно делать вот так. Например, есть такой прием, когда я играю и добавляю голос, и звучит очень странно. Но на самом деле приемов огромное количество. И если я буду вам сейчас демонстрировать все, мы никуда отсюда не уйдем. А вот в комедийных фильмах Леонида Гайдая, я сейчас вспомнила, смех изображается вашим. А еще один интересный вопрос. Все-таки что такое импровизация? Сложно ли импровизировать? Вы знаете, импровизация – это как разговор. Композитор написал какое-то музыкальное произведение. И твоя задача просто сказать, что ты думаешь по этому поводу. И все. Потому что он написал, что я вижу, что солнечный день вот такой. Я думаю, что он выглядит, солнышко должно выглядеть вот так, тучки вот так, травка вот так. Я начинаю с ним беседовать и говорю, да, я тоже, я согласен. Но я еще думаю, что вот помимо этих тучек, может быть еще дождик какой-нибудь гребной или что еще. И вот этими нотами, которые я украшаю вот эту мелодию, я и пытаюсь это выразить. А сложно ли научиться импровизировать? Вы знаете, я не думаю, что сложно научиться импровизировать. Сложно достигнуть творческой внутренней свободы, чтобы при помощи нот выражать свою музыкальную мысль. А нужно ли саксофонисту быть физически крепким, выносливым? Я не знаю, как по поводу физически крепким, но я точно знаю, что нужно хорошо питаться, нужно хорошо есть. Потому что после репетиций я ужасно голодный. Если я ужасно голодный, у меня плохое настроение. И если я прихожу на репетицию в плохом настроении, потому что я не поел, то все идет на смарку. Так что, дорогие ребятки, обязательно хорошо питайтесь, соблюдайте режим, и все у вас будет хорошо и в жизни, и в музыке. Николай, саксофон бывает баритон, тенор, альт, сопрано. У вас какой? У меня альт. И у меня альт. Давайте вместе что-нибудь сыграем. Давайте. Я знаю, детишки учат такую песенку, которая называется «Моя перепелочка». Давайте ее попробуем сыграть. Давайте. «Моя перепелочка» Ну вот, на сегодня, пожалуй, все. Присылайте свои письма с вопросами по адресу. 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Электронные письма оставляйте на сайте радостьмоя.ру Я прощаюсь с вами до следующей передачи. Желаю всем доброго здравия и творческого вдохновения. Ваша Виолетта Модестовна. Редактор субтитров А.Семкин